Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Так, открой, как тебя там зовут-то? Дима Михайлов Скажешь, что заблудился? Понятно Короче говоря... Блин, а что делать-то? Может мне... Так. Маленько пошумим. Ой, как неудобно целься. Так, теперь посмотрим в темноте. Возможно... Это, видимо, было правильное решение. Так, только у меня патронов теперь нет. Угу, музыка такая. Не очень торопливо. Так, мне похоже, нужно... Вот так вообще хорошо. Так, блин. Я маленько парюсь с управлением. Но для этого, я думаю, упростительно. Пролезать она туда, видимо, не хочет. Хотя нет, прошла. Прошла от сердца. Так, она откроет мне дверь с этой стороны, нет? Да, отлично. Вот как она, короче, должна была все делаться. Да, наши спецспособности, конечно, дают нам определенный бонус. А вон они у нас даже не видят. Так, в Архаламе, влезай. Люблю пингвинов, говорит. Иди поешь. С патронами галяк. У меня еще дробовик, по-моему, есть. Так, где еще там стреляли, я слышал. Тихо. Блин, кто там в садик? Так, попытаемся пока. Пока что вроде спокойно. Один из уродов кричит. Это, говорит, очень необычно в такой ситуации. Так, тадам. Так, в темноте. Раздаются выстрелы. Какие-то непонятные вопли. Рык. А, это он, похоже, и был, да? С инграмом. Или с МП, или с ТМП, что ли? Так, там дядя Поле звонит. Хорошо. Хорошо. Так, я слышу, что там кто-то пришел. Это не очень хорошо. Так, возьмем патроны. Это что такое? Вещь. А, еще один телефонный номер. Так, надо быть осторожным, короче. О, как его раскорячило. Так, аккуратно. Стэмп и побегаем. Я слышал, что там кто-то пришел. Он говорил, блин, что тут случилось? Такая у него паника была. Хорошо, пистолетов подберем. Как телевизор может работать, если я отключил щиток? Ну, ладно. Флэш Гордон? Офигеть. Ну, блин, местные телеки жгут. Тихо. Блин, я хотел его красиво убить. Ну, это тоже было довольно-таки зрелищно. Твое сердце мое. Ох, какая пакость. Так, там на улице, возможно, нас ждут. Скорее всего, он не мог быть один. Да, точно. Он увидел меня. У него паника. Так, и все, что ли? А, нет, он еще наверху был. Все, ладно. Отдай свое сердце. Оба принадлежит мне. Временами вам, возможно, незаметно, потому что на записи это как бы скрадывается, но что-то тут настолько сильно скачет фреймрейт, то есть от 60 кадров в секунду, например, до 15. Это странно. Вот, допустим, сюда когда заходишь, это, видимо, из-за освещения. Вот так вот, когда смотришь, и оно все... Ну, сейчас вот нормально как раз. То есть не получается продемонстрировать. Так, нам, видимо, сюда нужно уходить. Что мы там сделали-то вообще? Так, Гарри здесь нет, но если он говорит по интеркому, то он должен быть где-то здесь, в здании. Надо этим подвалом. А, понятно, это значит, мы не его убили. Это не у него был пистолет-пулемет. Ну, ладно. Раз он где-то здесь. Согласитесь, вся история, вот это, она очень похожа на... Ой, тихо. На Макс Пэйт. Мне, по крайней мере, чем-то это очень напоминает все. Ладно, не будем палиться, а то вдруг еще кто-нибудь из окошка увидит, как эта тварь ходит. Ой, палюсь. Надеюсь, говорит, ты попрощался с сестрой Мэри. Это Поле нам написал. Я не знаю, честно, как это такая сестра Мэри, но, видимо, в нашем приюте кто-то. Он, видимо, нам тоже решил мстить. Много религиозной фигни. Ох, нифига. Блин, это дробовик. Вот вы помните, я вам говорил в какой-то игре, что дробовики в современных играх, это позор какой-то. То есть, ну, я с пяти метров выстрелил в человека, и при этом он выжил. Не то, что выжил, он еще меня убил, это, по-моему, странно. Я такие дробовики не понимаю. Вот в Думе был дробовик так дробовик. То есть, я имею в виду первые две части. В третьей, я не помню, я его вообще давно играл. Вот, лучше вот с этими похоже. Смотрите, какие пушки. Офигеть. Пустынный орел и это кольт, видимо, да? Она конда какая-нибудь. Так, еще есть камикады. Так. Че, все присется. Вроде спокойно. Да ты успокоишься, сейчас из тебя очень дойдет. Никуда не денешься. О, он там меня убедал, похоже. Я тоже покорал. Все, отъехал. Да, такое увидишь, прикиньте, вот в темной квартире есть темноты светящиеся змеи, такие пруты, глаза такие. Интересно, тут себя можно в зеркале увидеть? Где-нибудь здесь есть, в этой квартире зеркало? Ой. Жжется. Жжется свет. Так, еще один номер после этой миссии, я думаю, мы будем долго звонить по телефону, там ржачные всякие вещи. Вот такие коллекции были, то есть коллекционируемые вещи я, в принципе, одобряю, потому что они, как бы, забавные. Что-то там недовольные люди, похоже. Тем, как я себя веду. Свободен. Блин, у них пистолет хороший. Что-то там скандал какой-то за дверью в одиннадцатую квартиру, но нам, видимо, не сюда. Так, что в дверь не могу пройти. Так, выключим свет. Мы, похоже, на крышу идем, что ли? А, нет, в квартиру. Вроде нормально. Ай, блин. Система прицеливания, конечно, что-то еще геморрой. Ну ладно, вроде все нормально. И при этом крайне зрелищно. Скотина, живой еще, что ли? Алло, гараж. Блин, у меня уже... Кто там? Ну что, браток? Хана-то она такая, да? Ты что, живой еще, что ли? Смарик встал. А, значит, их надо обязательно добивать, а то они потом вот так вот потихоньку, помаленьку придут снять. Так, что тут пишут? План поле. Чтобы надрать задницу Джеки. Так, машина-побега. Ракетница. Короче, страшная вещь. Чуть ли не до ракетницы, чтобы нас убить. Побаиваться, похоже на спорят. Я почитал там, но, во-первых, текстурки говно, во-вторых, кровью все мозгами забрызгано. Немедленно информируйте поле, если Джеки появится. Короче, у них тут целая делегация. Они хотят, похоже, приют взорвать. В котором с детства был Джеки. То есть, такая своеобразная место. Где он тут был? Так, подожди. Далеко не уйдешь. С крышей нафиг никуда не денешься. Так, не надо, пожалуйста, приют взорвать, ребятушки. Вот эти пистолеты мне, конечно, нравятся. Да, взорвали наш приют. Для Джеки, похоже, много значок. Так. А куда он упал? Он... А вон он. По нему уже поезд проехался. Да, еду. Так. L1, X. А где? А, вот. С миниганом. Жесть. Что происходит? Офигенно. Так, ну опять, видите, да, фреймрейт тут... Теперь опять полегче стало. То есть время от времени почему-то проседает капитал. Да, приют взорвать, конечно, не стоило тебе, Поли. Там было столько детей. Там рос Джеки. Там он... Позвони мне, засранец. Поли. Хорошо. Наш пейджер нас выручает опять. Сейчас позвоним, поговорим. Там, в общем, Джеки, в принципе, познакомился и со своей девушкой. Она тоже оттуда. Так. Похоже, на станцию метро выходим. Да-да-да. Так. Позвони мне Дженни. Дженни тоже просит нас позвонить. Но первым делом, естественно, позвоним ей. Потом позвоним Поли. А потом по этим вот вещам, которых мы набрали просто кучу, посмотрим, что они там для нас приготовили. О, еще одна. Так, быстро. Валим. На путях не находимся. Так. Что это у нас? Газеты. Так, ладно. Чайный Таун у нас, по-моему, там. Это то? Да, станция метро? Да-да-да. Та самая. Следовательно, нам сейчас надо подняться. А, вот телефон есть. Можно отсюда позвонить. Позвоним Дженни. Продолжение следует... Все, что я знаю, что это черт. Где ты? Я в доме, но сейчас я пойду, чтобы посмотреть, если есть что-то, что я могу сделать, чтобы помочь. Джимми меня позвонит. Мы можем встретиться на Фалтон-стритке, на выходе из города? Ты можешь взять трену из канала и я на Фалтоне в минуту. Я буду там, как можно. Звучит музыка. Ты макбалка! Кто-то слышит Пулли и Шедди. Я слышал, что он был в реверс. Три разу в реверс! Потому что я решил, как в этом городе работает. Ты слышишь? Я надеюсь, что ты взял добрый взгляд сегодня. Потому что это последний момент в паузе, который ты никогда не будешь. И ты очень короткий и очень милый, и все остальное, и не тщательно... Пошел нахрен. Так. Давайте посмотрим. Ох, у нас с номером там был день. Ну давайте. Почему бы нет. Ты выстрелил Фрэнки, который в интернете в машине? Да, вы мастерцы. Это настоящий снегмен. Это не тот пузер, который ты видишь в фильмах. Пошел нахрен. Нет, нет. Нет. Что-то странно. Это, видимо, возможно, что-то из комиксов. Это все основано на комиксах, если вдруг кто не знает. Пока что мне ничего не сказал. Человек-змея. Ладно. Остальные послушаем потом. У нас там сколько их осталось? Три. Три. Ну еще, я думаю, наберем. Потому что так постоянно слушать это будет утомительно. Так. Нам нужно... Ой. Вот так. Нам нужно с Дженни встретиться на станции метро Фалтон. Около выхода на сиротский дом. Так. Фалтон. Как нам попасть на Фалтон? Там у нас церковь. По-моему, нам сейчас нужно как раз вот в эту сторону поехать. Не знаю. Сейчас узнаем, как дверь откроется. Там будет написано, куда он ведет. Да. Точняк. 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 Блин. Удален. Точняк. Четвертый Абдул. Так-то да. У всех таксистов, похоже, такие долбные. Не так давно, кстати, ехал он в такси, чуть в лоб гломились. Там за рулем был житель. южных частей нашей страны так скажем ни слова не понимает по русски кое-как ориентируется в городе то есть очень похожая ситуация ну давай запасы че так блин стоп мешается ну давай че отрабатывай а ты ну ладно какие то скучные ребят пошел я больше денег у меня не выпросили надо так сказать так что у нас в туалете а это женский туда мы не пойдем в мужском возможно что-то будет а мужской у нас возможно по стране улице мне кажется тут возможно что начало нам закрыть дверь потому что мне охота понятно тут нельзя тьму вызывать потому что поводу особо нет и хотел посмотреть как это в зеркало так туалет не работает с каких то за стран все разрисовали подчеркнуть 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 посвящен уборство вот ничего полезного к последним на год еще одна хорошо так все короче говоря нам возможно сюда линдер лейн выхода на сиротский дом так на это похоже не то да потому что сиротский приют это орфенедж приют святой мэри нам нужно сюда очень меня радует что такой указки нет как скажем так сказать в детспейсе там иди сюда и не сворачивай потому что это позволяет маленько пораскинуть мозгами я в последнее время ценю такие вещи кому то наоборот не понравится что придется самолично все искать то есть шарахаться по локации но по моему тут все достаточно логично так мы пришли похоже где то тут так пардон ты знаешь что так проститутки только стоят потому что и есть ну видимо очень дешевая потому что ладно так перевод кэши так перевод кэши так и так и так и он сказал, что вспомнился это вероятно из-за газа и что нет никакого воздействия в этом трагическом взрыве как вы видите, огонь еще нет контроля и огонь застежно рассчитывает кого-то, кто может быть живым во-вторых второй взрыв то есть как ловушка была да, беда, настоящая беда эй, хорошо видеть тебя, Джаки слушай, я бы хотела бы встретиться под лучшими ситуациями, но ты знаешь, как дела о, мой бог, Джаки это так ужасно никто не слышал от сестры Мэри он сказал, что это какой-то какой-то гасмейный вспомнил но это чувствует, как что-то как-то что-то наша сестра Мэри Джейсус, что с детям? двое или трое умерли один из файловантов мне сказал, что некоторые у них сильные болезни да, я знаю, Дженни это ужасное дело, сладко это ужасное дело но, эм может быть, если я скажу быстрое слово с Джакей? окей я думаю так а что за секрет у тебя? Джаки дай мне дай мне тебе что-то я видел это что-то случилось время и время после этого голого болезни вы понимаете? он он что-то холм думает он не будет не не будет я Дженни? Джекки, я убью мою собственную кровь и кровь, я надеюсь на Бог. Просто бросай его от него, слышите меня? Бросай его от него! Я не могу перестать думать о них. Я надеюсь, они не страдали. Это было последней каплей, за это ему нужно ответить. Так что, в общем, этим мы займемся в следующей серии. На этом все, с вами был Артур. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всего хорошего, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok